здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться июль дела садовые 6 серия приглашаю вас мой сад я продолжаю укоренять клубнику если вам укоренение не нужно и вы закончили уже плодоношение то можно просто куст скосить просто взять его вот так за грифку и полностью скосить оставив но сантиметров может быть пять от земли и у вас отрастут новые молодые листья которые собственно говоря и будут уже зимовать я делаю так всегда когда мне не нужно укоренение но сейчас я пока укореняю растения я показывала вам в предыдущих видео как я это делаю удаляю часть листьев нижних грубых и оставляю только верхушку молодых зеленых хороших листиков усики все укореняю в стаканчики да и стаканчики конечно же поливаю если сухая жаркая погода стоит прекрасная погода очень солнечно очень жарко лук чернушка повалился и конечно же я его убираю я также чернушку оставлю на поверхности грядки для до полной просушки убираю чернушку вот просто и легко вот таким вот образом просто вынимаю и земли ничего подкапывать не нужно она совершенно легко и свободно достается из земли вот такие красивые славные луковки кто-то крупнее кто-то помелче ну в общем вот так сейчас достану из земли и покажу как просох будет просушиваться вот такой красавчик хорош романовский лук конечно это местный наш лук он очень сладкий вкусный и красивый как пасхальные яйца до чего милый замечательный здесь он будет находиться очень долго поскольку позволяет погода ему здесь пожарится давайте с вами познакомимся с клубникой мальвина это поздняя клубника но она плодоносить начала всех позже вот еще пока вся в ягодах ягоды первые крупные очень последующие средние и помелче ягодка такая даже на ощупь очень сухая возможно это потому что год опять жаркий но лето жаркое для клубники посмотрим какая она будет следующем году вкус у нее приторно сладкий по мне так это просто идеальный думаю что имеет место быть такая клубника в общем то клубника уже у нас вся отошла а мальвина ну вот полным ходом сейчас я вам показываю как выглядит кивсяк вы очень часто мне присылаете фото вконтакте и описываете их на youtube канале что это такое кто напал кто посмел и как избавиться кивсяк это многоножка она полезно питается мертвой органикой если клубничка уткнулась в землю дата она обязательно немножко подгнивает и и всяк тут как тут потому что это является их излюбленным и и продуктом излюбленной и едой иногда кивсяк за жаркий в сухой год может напасть просто на клубни куда которая лежит на земле потому что им очень сильно не хватает влаги ну или наоборот в излишне влажный год они нападают так как очень много ягод загнивает бороться с ними не нужно это полезная многоножка которая участвует в образовании плодородного слоя земли зашли огуречки человечки но мне нужен только один поэтому один я удаляю выбираю самый красивый на мой взгляд самый красивый тот что слева а этот я просто-напросто отстригну не забывайте пожалуйста что в отличие от томатов человечки огуречки очень любят попить поливайте его почаще вот так именно в его луночку скоро эти кисти будут сняты когда они нальются и это плеть будет служить опорой для огуречка для того чтобы того томаты наливались зрели на кисти можно прищипнуть им верхушки обычно я так и делаю вот эти еще могут порасти а вот эти томаты уже расти не могут вот это была последняя кисть дальше я прищипну макушку просто ее отрежу и томат будет наливать значит плоды спеть будет прямо на ветке ухода за арбузами в природном земледелии у меня нет вообще никакого растут сами по себе единственное что я делаю это удаляю излишние плети все все арбузики заформированы вот я оставила сколько мне нужно до арбузиков а мне нужно не более 15 штук и все вот это лишнее все что нарастает вот это молодой это все подлежит удалению раз в неделю я обязательно это удаляю чтобы силы не тратили арбузы на то чтобы прокормить и эти плети тоже то же самое и с дынями дынчики вот огород в июле месяце плодоносит цветет весь просто благоухает невероятная красота обожаю этот месяц это уже как бы пожинаешь результаты своего труда в полном объеме все так вкусно пахнет все такое красивенькое стрелочки чеснока уже не крючки они выпрямляются и показывают нам свои бульбочки а это означает что чеснок поспел и можно его вполне себе собирать к тому же стоит чудесная жаркая погода для того чтобы чеснок мог полежать на грядке как следует прожариться и просохнуть на солнышке достаем обязательно помогаем вилами или каким-то там извлекателем до корней потому что дернув за ботву можно оторвать шейку а это очень плохо хранится не будет готово чеснок достат убрать и теперь будет просушиваться здесь на грядочке очень продолжительное время даже если пройдет небольшой дождик я все равно его не уберу пока стоит жаркая сухая погода он будет здесь у меня на солнышке греться конечно если начнутся ливни то безудержные такие то конечно в пучки и куда-то развешивать буду или под навес сушиться также я достаю и бульбочки чеснока в это же время конец июля уборка чеснока и бульбочки тоже поспели и их я убираю на просушку неважно каким методом вы будете убирать какой-то совочком да или какой-то цапочкой самое главное чтобы бульбочки достать из земли и оставить их на поверхности в жаркий солнечный день пускай они просох просыхают и прогреваются как следует из крупных бульбочек получается крупная 1 зубка то есть почему она зубка это всего лишь получается один зубочек видите почему он круглый да потому что его никто не стесняет до дольками они получаются потому что их растет несколько штук они друг друга сдавливают и получается как дольки мандариновые а эти эти никого не сдавливают и получается вот такая 1 зубка в принципе можно даже на еду выращивать такие однозубки я знаю что так люди делают и получаются хорошие чем крупнее бульбочка тем крупнее однозубка чем мелче было бульбочка тем мелче 1 зубка есть они всякие разные их мы будем высаживать тогда когда высаживаем чеснок осенью и по такому же принципу калибруем крупные отдельно мелкие отдельно этот посадочный материал является элитным он не на купли в нем не накоплены никакие ни вирусы не болезни он считается обновленным начинается сбор фасоли спаржевой кустовой у меня фасоль ксера давайте с вами посмотрим какая она у нас умница вот такая умница и красавица дает столько стручков такой богатый урожай и все потому что мы слегка ее проредили да и позволили ей чтобы вокруг кустиков был и свет и воздух и теперь она нам вот так плодоносит ухода никакого только мульчирование было но если очень жарко просто невыносимо жарко и сухо то конечно же один раз в неделю по мульче я ее полью для того чтобы она могла спокойно наливаться плодоносить да и не стрессовать фасольку собираю через два-три дня если передержать ее то она станет очень грубая и начнет наращивать внутри стручка бабы то есть уже на семена получается поэтому лучше снять ее вот в таком состоянии молоденькую хорошенькую и кушать как гарнир не кушать а есть так говорят сходы укропа дружные на пятый день таня youtube канал говорит маша вот тебе просто даже не понять сколько майских жуков у нас летает конечно у тебя их в таком количестве нет поэтому они под мульчу тебя не забираются а у нас их просто тьма тьмущая просто жужжит тань да как не понять если мне тоже вот как понимаете в период когда они летают мне просто без зонта наверно не пройти по саду я сейчас попробую видео вот искать вставить я вам обязательно покажу сейчас вот после вот этого сюжета да как мы поговорим об этом но тем не менее и под каждым деревом все на каждой туи на каждой вербе все везде такое у меня тут гулялова и свадьба но тем не менее в грядке то ведь нету их все же растет иначе бы все бы было съедено все корни бы были подъедены все майские жуки все личинки находятся именно в газоне когда трамп траншею копаем то там их просто хоть на сковородку накладывай просто это что-то невероятное огромное количество так вот газон научился защищать он столько клевера нарастил а клевер он имеет значит на своих корнях до фиксирует азот а от азота они наедаются и погибают так что все научились защищать друг друга все хорошо жуков у меня много не волнуйтесь огурчики называются мамлюк на сегодняшний день эти огурцы мои фавориты выровненные идеально такой есть у них голубоватый такой налет на них они никогда не бывают пустыми горькими слотимые очень сочные вкусные конечно рекомендую прошла одна неделя лук хорошо подсох перо пожелтела в сильный ливень я прикрывала его вот этим полиэтиленом а маленький дождь даже не обращала и внимание никакого теперь я отрежу вот такую вот часть пера вот столько оставлю от шейки и сложу в ящике в один слой для дальнейшей просушки уже под навесом пока в один слой потом я лук зачищу и уже отправлю в ящике в несколько слоев все покажу так выглядит лук в ящиках это еще не окончательное хранение еще большие черенки видите зеленые сейчас лук отправляется под навес в дровяник там продуваемо все там тепло хорошо и комфортные условия для подсушивания полнейшего примерно две недели а то и больше будет он там лежать а потом он будет зачищен и уже чистый сложен на длительное хранение зимние начинает ложиться лук пингвин и я его начинаю убирать убираем вынимая из земли вот такой интересный получается такой интересный что просто сил нет такого я еще лука не видывала действительно такая форма необычная у него очень много этого лука ушло в стрелу потому что по всей видимости при хранении была очень высокая влажность это было нарушение техники хранения вот такой красавчик тот лук который не лег самостоятельно а просто еще стоит конечно я его не убираю он еще не поспел лук пингвин в разрезе перо у чернушки совсем уже желтеет и можно убирать его в ящике для дальнейшего хранения под навесом где-то в сухом проветриваемом месте между бархатцами и фенхелем совсем уже спрятался потому что лег лук геркулес давайте на него посмотрим он очень похож на штутгартен хороший замечательный лучок сейчас я его буду из земли полностью вынимать и на открытое место на солнышко греться весь достала геркулес вот такой вот он я специально сейчас положила вот сюда штутгартен достала из земли штутгартен и посмотреть как выглядит геркулес штутгартен вблизи да разница действительно есть отличить их можно штутгартен он такой приплюснутой репочкой геркулес он немножечко вытянутый другая форма но весь хороший неудачного не было в стреле в стрелу он не ушел ни единая луковка сушится сейчас несколько дней буквально здесь на солнышке потом под навес досушиваться давайте с вами посмотрим на на лук который называет называется ялтинский он еще растет но вот одна штука легла и мы ее просто сейчас посмотрим какой он у нас вот такой красивый темный темно-красный красавчик это выращен из семян в один год и семечко луковица там еще вижу один лег давайте обойдем и его тоже посмотрим ну вот такой вот весь ровненький конечно же я вижу что есть намного крупнее мощнее шейки он будет и крупный мелкого не будет вообще крупный средний я отправляю ялтинский также сушиться на грядочку на солнце кусты агератума разрастаются в клубнике так как я раньше не видела никогда видимо это показатель того что земля очень плодородная и нужно все сажать там много меньше 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 и реже для того чтобы дать пространство растениям так как они становятся просто огромными я таких агератумов никогда еще раньше не видела в общем их пришлось мне даже удалять один агератум потому что он у меня заполонил клубнику купчиха так что там некуда даже стаканчик поставить я его выкопала он прекрасно выкапывается и присадила его вот в такую корзину прямо вместе с комом земли смотрится прекрасно ну вот новенькое место обрел я кстати делаю видео про агератум от а до я но сейчас только снимается материал а видео смонтирую и покажу вам конечно же зимой давайте с вами знакомиться с новым цветком вот такой красавчик правда он называется пилея я видела пилею широколистную как комнатный цветок но такую я подумала что это искусственное что-то оказывается он живее всех живых конечно же я приобрела его и решила посмотреть что же это такой за красавчик во что он вырастает как он себя ведет красивый правда очень декоративно смотрится и добавляет композиция ажурности шарма красивый наталья морозова задает вопрос про фацелию ей непонятно что делать фацелии вот она посеяла сидерат и здесь однозначного ответа наталья не будет потому что по-разному поступаем если это посажено в картофелинке между рядами то и пусть себе растет если здесь я вам специально сейчас показываю тот момент когда вообще еще не заходила в теплицу очень давно все разрослось буйным светом я вам сейчас покажу что же я делаю с фацелий вот таким вот образом я беру и подрезаю значит вот эти стволы а сами растения укладываю в виде мульчи но там где я отрезала остаются почки и она все равно начинает разрастаться даже зацветает видите да вот таким вот цветочками и в общем то я это разрешаю потому что это очень хорошо привлекает сюда пылителей и это отшугивает вредителей потому что получается такая смешанная посадка вот здесь я разрешила цвести кинзе которую мы не съели да это тоже все привлечет опылителей сюда в теплицу это очень хорошо так вот здесь я просто ее отрезаю как бы скашиваю да и оставляю здесь в виде мульчи где-то ей нужно просто остаться и цвести до быть ей а вот а где-то вы просто полностью и и скосите и в виде мульчи полу и положите да если она у вас сплошным ковром например засеяна если вы после лука чеснока посеяли фацелию так она в зиму пускай так и уходит самое главное не выдирайте корни пусть корни остаются для микроорганизмов которые там селятся это очень дружественные колонии для всех растений клубника сирии на укоренение август месяц но повторно всегда немножко балует чуть-чуть дает ягодок верхушки прищипнула у томатов и они начали созревать прямо на веточке сейчас покажу вам вот видите прищипнуты верхушки так уход по-прежнему заключается только в обрезании старых листьев нижних вот они здесь прямо на поверхности и пасынков полив не более чем два раза два раза в месяц вот так вот но и небольшое количество вода в теплице излишне это фитофтора и прочие грибные заболевания томаты сильно в этом не нуждаются конечно нуждается огурчик да вот он у нас подрастает огурчик посаженный и для него всегда есть тепленькая водичка и поливаю огурчик через день через два прямо вот в ему ему прямо в луночку поливаю для него приготовлена лесенка чтобы он бросил свой усик а вот это будет служить ему опорой вот это вот томатная ветка все кисти будут сняты да а вот эта опора будет для огурчика кто-то мне недавно написал что ничего интересного нет в твоей теплице так это для вас ничего интересного потому что вы любите классические томаты какая разница какой растить я не ем классический томат я ем только черри поэтому для меня здесь все интересно вот так выглядят томаты печеньки американская селекция их много кистей такая форма у них интересная очень высокие прищипнула уже для того чтобы начали спеть томатики надо сейчас попробуем сладкие явно выраженный такой томатный вкус а это у нас кто это у нас зеленый шмель зеленый шмель это томаты относятся к зеленым сортам расцветают георгины и опять из всех заявленных махровых георгинчиков ни одного махрового то что было показано на картинке шарик не соответствует красивая конечно но не соответствует картинке давайте посмотрим на лук какой он получается ялтинский из семян в один год рассадой красивенький очень хорошенький это не самый крупный экземпляр просто он еще продолжает расти не весь повалился поэтому я его не вынимаю из земли это называется лук пингвин вот этот пингвин я первый раз сажаю такой лук сивок был очень странный длинный как мизинчик в общем вырос такой же похожий это лук штутгартен штутгартен очень привычный нам форма все лук хороший замечательный это лук называется геркулес ну как штутгартен только немножко вытянутой до вперед нет не репочкой этот лук называется романовский это наш местный лук мышь я живу у романова бориса хлебский в очень древнем городе и раньше у нас этот лук был просто нашей визитной карточкой романовская овца и лук романовский вот я этот лук возродила у себя потому что он просто невероятно вкусный это чудесный лук конечно я его ращу и чернушку и сивочек сама уже так что надеюсь я с ним теперь никогда не потеряюсь все сорта которые назвала рекомендую все очень вкусные хорошие замечательные вот такая красота лук молодец а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока